Привет, зритель! Давно я не снимала на камеру, да еще и обзоры еды. Да, сейчас будет обзор еды из магнитов. Я почти на косарь закупилась едой и, ну, как бы вчера вечером получила свои 7-700 с копейками за ютубную рекламу. Спасибо тем, кто меня в разный период времени недолго или все еще поддерживает платной подпиской, спонсорской. Приглашаю всех остальных, кто считает, что блогерское дело – это тоже работа, поддержать меня спонсорской подпиской и получить всякие бонусы. Короче, если кого-то волнует, меня на губах. Я ее обновила. Подарок от подписчицы Лелечки, слушайте, такая крутая, очень клевая помада. Да, это будет обзор еды и бытовухи. Плорис пополнится. Эйвановская так мягко ложится на губы. В общем, она сейчас у меня на губах. Я даже это... Мне в комментах подкинули идею. Я здесь сегодня осилию, то постараюсь это записать даже. АСМР косметички. Я поняла, что у меня два похожих флакончика. И оба от Лелечки. Один розовый, другой не розовый. Это у нас Чик или Шик. Не знаю, как вот. Можно по-разному прочитать. В общем, ладно. Короче, на губах у меня вот такая замечательная помадка. Я сейчас расчехлю свой кошелечек и достану чек. Я заказала кошке домик. Я надеюсь, что он дойдет. Потому что у меня на Вайтберрис было такое, что... Один раз долгое ожидание отгрузки продавцом товара. И все-таки товар пришел. Это коврики и домовушка для выпечки. Я из них делала кружочки. Не всех, правда, я делала на них по селу сушилки. А другой раз у меня два раза, что товар не дошел. Либо он где-то гулял. Я тогда шелковицу заказала. И она как-то дошла до Ярика. Потом внезапно оказалась в Новороссийске. Потом в Новосибирске. Ну и Вайтберрис сама мне предложила как бы отменить заказ. Короче, вот домик. И там еще одна вещь. Как бы в непонятном состоянии. Надеюсь, что все-таки придет. Заказала кошке домик. Заказала себе несколько шмоточек. То мне даже тут близкий родственник втык сделал, что на кошку денег не жалко, а на себя жалко. Ну там курточка, еще кое-что. Обязательно сделаю потом, когда придет обзор с примеркой. Заказала себе сухофруктов всяких. В основном орехов. Ну и так по мелочи для дома. И вот у меня от всего этого остался... Ну, вообще где-то тысячи две. Потому что мне там еще кое-что... Кое-кто за кое-что должен. Ну, в принципе, жить можно. Учитывая, сколько я все купила. На 915 рублей 78 копеек. Мне еще выдал ли в магните уже пятые две. У что, теперь будут всего пять по счету эти. Я считаю, это игрушка для кошки. Скрипыши. Я не знаю, нахрена вообще скрипыши. Кто их придумал? Может, они кому-то дофига нужны. Хурма. Три хурмины. Я даже сейчас открою пакетик. Я напротив окна. Правда, у нас уже где-то 7 с чем-то. Сейчас гляну даже сколько. Без 28 практически. Хурма. Хурма была по 89 на ценнике. Сейчас узнаем, так ли это на чеке. Да, ну, короче, без копейки. 90 рублей без копейки за килограмм. Вышла мне хурма на 27 рублей. 72 копейки. Это 308 грамм. Целых 308 грамм. Скажем так, по 100 с хвостиком грамм на штучку. Я взялась и лимон. Я вообще давно смотрю на лимон. Но что-то он сволочь такая дорогая. И какой-то то лимон какой-то не такой, то какой-то совсем не такой. Там лимоны желтые, такие бледно-желтые. Такие зеленовато-бледно-желтые. Но не поверю зрителя. Нашла такой маленький лимон. Вообще. Он, во-первых, маленький. Мне его хватит. Во-вторых, он не успеет умереть. А то любит у меня лимон умирать даже если их. Режу сахаром, засыпаю водой, заливаю. В холодильник ставлю и забываю. Такой малюсенький лимончик. С чем тебе его сравнить? Вот. Honor Huawei A. Отличный телефон. Вот. Если тебе интересно, почему он такой отличный, почему я так считаю, глянь мою телегу. У меня сегодня была такая очень конкретно бессонница. Редко бывает. Но именно сегодня она случилась. Из-за чего я потом ласто склеивала. Но не суть важна. Короче, я сидела у кухонного окна, увидела птичек, решила их сфоткать, и пока я тут телефон настраивала, они свалили. Я решила приблизить, чтобы увидеть, что это за птички. И сфоткала соседний дом, до которого вообще-то приличное расстояние. Вот тут у нас скрипыш. Желтый пакетик. Ко мне пришла кошка. Сейчас, возможно, вылезет кадр, потому что плюкнулась на стол. Очень мне нравится сыр ламбер. Ну и сыр ларец. В других местах можно купить ларец или ламбер, и они вот в такой красненькой штучке. Лишний вес. А в магните можно купить бескресненькой штучке, когда он по скидке. 220 грамм. До этого я покупала чуть побольше кусочек, но у меня кошка любит есть сыр ламбер. Я тут это и ела, как бы, сыр с бутербродами. Вот она тут съела. Ты её, конечно, не видишь. Наглое такое создание. И по жопе шлёпаю, чтобы она со стола прыгала и понимала, что нельзя на столе сидеть. А она думает, что я с ней играю, и запрыгивает обратно. Когда ей было два с лишним месяца, она где-то пару месяцев понимала, что нельзя на столе сидеть, а потом я не знаю, что с ней стало. Она думает, что я с ней играю. Она кота не хочет, она вообще какая-то. Хотя вот, женщина, у которой я беру молоко, ей привезли кошку взамен другой, другого кота умершего. Ну, короче, не было мокрустным. Если интересно, гляньте телегу. Опять же, я там на эту тему офигевала праведным гневом, ибо моя абсолютная доброта офигевала на это всё. Короче говоря, и кошка долг жила в одном магазине, в городе её там подкармливали, то всё, но она никогда не катилась. И вот, видимо, у этой такой же прикол. Она не понимает, что она женского пола. К нам тут вот в гости наведывался. Ну, ты видел, наверное, уже этот ролик. В общем, сыр Ланбер, 220 грамм. Он сейчас идёт по скидке в магните. Не знаю, как в других магнитах города или вообще в магнитах. Может, это как-то только с каким-то конкретным магнитом. Сыр, где? Сыр. 599 рублей 90 копеек. Короче, 600 рублей без 10 копеек. Он мне вышел на 131 рубль 98 копеек. 132 рубля без 2 копеек. Раньше я очень любила зелёные бананы. Жёлтые ещё могла есть. Но вот жёлтые в точечку или такие совсем коричневатые, я их терпеть не могла. Вообще не понимала, как их едят. У меня как-то подружка пришла в гости и говорит, слушай, ты же бананы любишь. Я тебе принесла 2 килограмма. Принесла все такие вот в кашу и со мной их схомячила. Но она приходила по большей части пожрать, и чтоб я ей на картах погадала. Она думала, что она мне этим помогает. Вот пришла, сожрала всё, что было у меня, и свалила. Ну, типа, я тебе и попоглачу, я ей есть буду. Короче, а потом я познакомилась с одним замечательным парнем. Да благословит его кто-нибудь и приветствует. А, благословит его мадаками и приветствует. Я поняла, что зелёные бананы, ну, как бы их можно есть, но вредно вас-то. А жёлтые бананы вообще вкусно есть чаем. Особенно, когда вот они такие вкусные, сладенькие такие бананчики. Ну, бывают, конечно, пресные бананы. Вот что даже жёлтые, они такие же, ну, как зелёные по вкусу. Пресные, совершенно не сладкие. Такими обезьян кормят, как говорила моя мама, потому что однажды мы с ней хотели завести обезьяну, но что-то у нас не сложилось. Ну, как бы мы поняли, что мы, обезьяна, ну, в одной квартире, в клетке её не будешь держать, она почти человек. Человека в клетку уже не сажают, ну, так вот, в квартире в клетку, да. А трындец с моим обезьянком и прочему всему вполне мог бы быть. Хотя нам уже практически выдали маленького такого обезьянчика. Она нам как-то по знакомству в библиотечном. Ну, короче говоря, я поняла, кошка, не надо туда лазать. Там такая конструкция, что и так-то еле стоит. Ибо пол, наверное, кривой. Да ещё и ты туда залезешь. В общем, сладкие бананы можно пить с чаем. Я тут на днях что-то сидела, думаю, что ж так грустно, скучно, некому пендерлядать. На самом деле не грустно, но как-то было ни то, ни сё. И бессонница, и фиг знает, что делать. Я смотрю, у меня на окне два таких банана лежат, жёлтых. Я их раз напополам располовинила, думаю, половинку схомячила. В общем, как-то я эти два банана схомячила, а с чаем-то ещё вкуснее. Короче, этот человек объяснил мне, что... Замечательный парень. Бананы, особенно такие вот супер зрелые, с чаем очень вкусно. Ну, короче, сладкие они, полезные, и т.д. и т.п. И я купила несколько штук зелёных бананов. Они будут долго лежать, созреют. И однажды я захочу банан, у меня на окне есть бананы. И один жёлтый. Вдруг мне сегодня захочется чаю попить. Бананы, сейчас скажу, почему. Они были у нас что-то такие дофига дешёвые, как-то всё их ап-хап-хап. Денег нет, а бананы покупаю. Ну, как бы мало, наверное, было мне ещё в комментах писать, что у нас они по 65, а ты тут, ну, как бы это... Видишь цену такую меньше, чем есть. Чё б не купить-то? Грех накупить бананы. В общем, 67 рублей без копейки за килограмм. Вышли у меня на 910 грамм, 60 рублей 96 копеек. Зачем ты хочешь с кому-нибудь унизить мой лимончик, казень? Сейчас пока тоже нам окошечка полную. Пусть тут будет баррикада, чтобы папа болел кто-нибудь. На самом деле я как-то стараюсь окно не загружать, потому что у меня как бы нет такой ассоциации с тем, что как с тем окном было, что можно всё нагрузить. Я думала, я сделаю пластиковое окно. Помаду надо тоже убрать. На то ей заиграют. И поставлю туда блендер свой тяжёлый. И не очень тяжёлый. Вообще кучу блендеров поставлю. Но когда я это увидела, я поняла, что не надо так смотреть на занавески. И вот прикиньте, она меня кусает. Она кусает, но не прокусывает, но следы остаются. Вот царапает. Меня недавно совсем... Кстати, зритель, я же тебе тогда говорила, да, обзор-то делала. Я тут хотела на днях записать обзор этих пустых баночек еды. У меня там два огромных пакета закопилось. Короче, не достать мне сейчас нормально на стул сдвигать. И у меня масло хлопка. Оно действительно хорошо для кожи тушки. Особенно для кожи рук. Оно ничем не хуже, чем, допустим, Кайлаж Дживан. Я им тут мазала руки. И у меня вот это всё, что было в более жутком состоянии, практически быстрее так заживают. Так что, человеки, если вы вдруг не видели тот ролик с обзором с Азона и Вайдбереса масла растительного хлопкового, гляньте, возьмите себе на заметку и приобретите. Я себе купила печёночную ливерную колбаску от Тяшева. Не поверишь, зритель, мне кто-то в комментах когда-то писал про какие-то горки. И я увидела у нас эти горки. Вот ливерная колбаса горок по 160 с чем-то за 300 грамм. И ливерная колбаса от Тяшева. Сейчас я её найду. Колбаска от Тяшева-то где? Где-то колбаса. 250 грамм. 36 рублей без копейки. У неё состав лучше, чем у колбасы с тех горок. В чём прикол? Хотя вот эти сосиски я как-то брала от Тяшева, какие-то деревенские. Как-то купила, мне так понравились. Потом купила. Я их даже Тишка, ну Тишка только ел. А потом даже Тишка уже не ел. Ну, в общем, я как-то у них разочаровалась в этом Тяшева. Но вот тут состав нормальный. Оно сейчас у нас идёт по скидке. Я не знаю, почему оно вообще без скидки. Но Тяшева, насколько мне известно, оно дешевле намного, чем другое что-то. Хотя сейчас в магните есть какие-то чисто магнитные. Там моя цена, ещё эти марки, там ещё какая-то хрена тень. Так, взросла новая, что-то появилось. Глянула какую-то колбаску докторскую. Посмотрела на её состав. Мне стало плохо ещё до того, как я её попробовала. И решила не покупать. В общем, колбаски. 35,99 за штучку. Вообще, я раньше её как-то даже не знала, что такое было ад. Ливерная колбаска. Но я к ней прониклась, когда дядя Костя, который уже не есть, приезжал к нам с бабушкой на ту хату. Ну, как бы он приезжал на это, по работе и нас ночевал. По-моему, тогда уже его мама, бабушкина, двоюродная сестра, с левого берега отошла в Мирюно, и он скупа у нас зависал. Вот он приезжал, у него был такой чемоданчик, там был термос, чай, хлебушек и вот бутербродики. Вот эта колбаска. А ещё такую же колбаску любит дедушка, муж бабушки, к которой я езжу в Игорь, когда у её соседки покупаю молоко. Вот эти колбаски мне тоже дофига нравятся, я от них тащусь, но тоже что-то давно не брала. Это отяшево-охотские колбаски. Хотя я всегда думала, что это охотнические колбаски. Ну, короче, раньше у них, по-моему, другой дизайн был, или это просто похожие ещё есть колбаски. Но что-то у них состав хороший. 500 грамм. Если память не изменяет, 129 рублей с копейками. Сейчас, кстати, и найду. Колбаски охотские, да, тоже отяшевские. 129,99, 130 рублей без копейки. 500 грамм. Там ещё какие-то колбаски похожие были. Но они были дороже, их было меньше. А так, хоть у меня есть деньги, но я стараюсь как-то покупать вообще то, что мне нравится. Слушайте, тут сколько их вообще. Здесь, походу, 10 этих колбасок. Они сделаны 17 октября и 35 дней живут. Я думаю, они могут пока не вскрываться. Я буду хомячить вот эту колбаску. Вообще, мне её и хотелось. Я как-то покупала бабушке в деревне муку, родственникам сюда муку. Ну, как бы послали. Послание с доброй волей послали, пошла, купила. Да, вон ещё какая-то фиговина. Вторая. Мне кажется, первые были какие-то лучше. Вторые я как-то пропустила. А третьи я тут просто её пыталась закрыть. У меня не вышло. Ну, тишки они нравились. Этой тоже нравится. Я думаю, в комнате сейчас такое, на полу такое вот, хоть ковра уже нет, будто у меня маленькое дитё. Я так подумала, что кошка в 7 месяцев, это как ребёнок 5 лет, потому что у меня есть подруга, у неё есть дитё 5-летнее. Вот они с кошкой общий язык находят. Я ей даже иногда говорю, Алиска сегодня придёт, Елька, с дитём. Как раз твоего умственного развития, возраста и так далее. Ну, кошка 7 месяцев, равно ребёнок 5 лет. Так. В общем, я увидела такую муку. Мне так она что-то приколола. Мука подгорянская, пшеничная, хлебопекарская, высший сорт, 2КГ, липецкий продукт. Мне тупо приколола вот её зелёненькая упаковочка. А тут, смотри, она по скидке. А у меня вроде как мука заканчивается. Я тут по купеду сделала очередной, нашла суперочередной такой рецепт. Ну, я не знаю, как вот. Я раньше думала, что у меня тупо духовка не пропекает, потому что я там не выдерживаю температурный режим и времени. Меньше держу, как надо. Оказывается, очень вкусные бисквитики, токтики и броски, если у них мягкая, сырая серединка. Для меня и для моей родни, окружения и так далее, сырая серединка – это тупо неприпечённое тесто. А для людей, особенно для ппшников, бзихнутых на этом самом кетодиете. У меня всё время было недолгое время кетодиета, потому что вот, ну, мигрень. Нужна была вот эта кетодиета. Диете, юкана и прочие хренатени, которые на этом худеют, сажают свой организм, все эти внутренности свои на дно сводят. Как бы, они любят вот это непропечённое тесто внутри. Фейспам. Короче говоря, я укокошила продукты. Ну, как бы, там были продукты такие, как бы, ну, не жалко. Жалко было выкинуть, но что с ними делать? Уже как бы можно было пастилу сделать из жмыха яблочного. Он такой влажненький был. Можно было сделать там, ну, слопать эту сваренную в молоке, в сухом, в медленоварке, она, наверное, там видится. Да, видится. Я-то не вижу отсюда. Но я её рукой пощупала, и я увидела там свою руку. В смысле, поняла, что она там отображается, в камеру влезает. Короче говоря, можно было эту гущу короба на молоке сваренную, из хомячика в рецептике было в одном написано. Ну, я что-то решила замутить тортик. Перерок. Манник. Хотя мне моя тётя сказала, что они с мамой моей в детстве моём или в своей молодости, хрен знает, пекли эти манники, всё это было ништяко, что рецепт манника можно найти в книжке рукописной моей мамы. Поищу потом и как-нибудь своя. Короче, я давно хотела попробовать манник. Но поняла, что этот манник по рецептам из кукпеда или ещё где-нибудь, ну, как-то это день и ночь с тем, что я представляла. Он вообще на пирожок не похож. Он сырой изнутри. Он вкусный сырой изнутри. Я так это съела, где-то так с полкоробка спичечного. И поняла, что я это не осилю, даже если буду совсем голодная. Он ушёл у меня на сухари. Ну, соответственно, с ним мука ушла. Там было 350 грамм муки. Мне ещё приколол. Знаете, рецепт такой. Тесто бывает такое, что если туда муки вбахать, ещё вбахать, ещё вбахать, оно просто чувствуется, эта мука, когда ты испечёшь. И как бы бывает такое тесто, которое до хрена этой муки можно туда вбахать. И рецепт такой. Муки, сколько возьмёт тесто? Да чтоб вы жрали такое, дерьмо, сволочи. Короче, я купила эту муку. Обычно я покупаю немножко другую муку, но её что-то не было. Ещё покупаю, ну, иногда там маку или ещё что-то, её тоже не было. Была какая-то непонятная мука, какая-то супердорогая непонятная мука вообще. И вот это вот внезапно по скидке, я так это, хоть у меня нога сейчас раненая, не подколенная судорога, но уже её последствия чуть ниже, где-то в середине голени, на корточке садится крайне больно. И неудобно. Но я всё-таки присела глянуть, о чём мука и талии это. Сейчас узнаем, о чём мука. Мука. Пшеничная хлеба, пыкарская, высшая сорт. 55 рублей без копейки. Слушайте, 2 килограмма муки за 55 рублей. Сам дьявол велел её купить, хрен ли. Так, ты не думай, зритель, у меня пакет-то был тут, но у меня ещё вот здесь есть. Я так люблю одно куриное мясо. У нас в Магните целый месяц была на него цена, но самого мяса не было. Для меня это была печаль. Я попёрла специально на велике, случайно попала под дочку, макла дважды туда и обратно вся, потому что у меня ещё там набыло. Ну, человек попросил купить ещё кое-чего. Я по пути заехала, поехала в Солнечный Магнит. Там тоже нету этого мяса, даже цены у нас хотя бы цена была, мяса не было. А тут, смотрю, мясо появилось. Мясо. Я так тащусь от этого мяса. Мне одна подписчица говорила, офигевая на меня, что типа я жру свининку, я кушаю свининку, а они там курочку покупают. Ну, знаете, у нас есть, конечно, свиное мясо дофига дорогое по сравнению за килограмм, за курицу, а есть вот эти мясо на кости, ну, видимо, ребра ломаные, резаные, как бы рагу называется. Я последние два раза покупала в Ашане, там 99 рублей за килограмм. Я в этот раз не обозревала, но как-то мне было не до того, просто я подумала, что достану эту груду фарша и мяса. Я его, по-моему, сфоткала, или в Инстаграм скинула, или в Телегу, уж не помню, если интересно, гляньте, или Телегу, или Инстаграм, где-нибудь да найдете. Думаю, сейчас буду обозревать, придет ко мне кошка и сожрет меня вместе с этим мясом. Ну, нафиг. А тут, ну и, в общем, там действительно, вот свинина на костей, она мне очень нравится, мне для наварки делают с овощами. Вот так ее варить, это, конечно, как-то ни то, ни сё. А для наварки там держишь до такого состояния, что мясо от кости отваливается, такое вкусняшное, вообще офигеть. Кости голые, нас отдельно, и овощи. Я что-то заметила за собой, что я до хрена много ем овощей в этом году, ну, вот в этом году, с этой осени, с лета, хрен знает. Ну, короче, вот как, наверное, с деревни сюда приехала уже на постоянку бытия, ем овощи. С чаем хомячу эту свою пастилу. Короче, что я тебе тут не показываю-то? Вот оно. На аборда чахах били шашлыка охлажденный. Тут у нас 823 грамма. 21-го он сделан годен до 29-го. Он по цене, вот где-то я его, по-моему, первый раз, может, в конце весны покупала. Летом еще чисто как-то купила, но ничего путного не было. Видела, купила. Оно мне так понравилось, я стала его регулярно покупать. Оно по цене не меняется. У нас, допустим, песок подорожал на 2 рубля. Он сейчас 47,99, 48 без копейки. Был 46,99 стал, или 45,99, 45,99 был. Хрен знает. Короче, сейчас последний раз я покупала для варенья из Айвы, которую набрала у сестры на даче в Котово. Короче, по 47,99 килограмм был. Хотя вроде фиксирована цена, весь год одна цена будет, доллар падает, цены в России растут. Как вообще связано падение доллара с ценами? Как-то мне всегда казалось, что цены тоже должны падать. короче, он, где он тут? Куриная царства, набор дачаха, били, 199,99. 200 рублей без копейки за килограмм. И вышел он мне на 164 рубля 59 копеек. В общем, вот где-то с весны он так и стоит. 200 рублей за килограмм. Тут в этот раз такие очень хорошие кусочки. Там были кусочки с кожей, а тут я потом увидела такие кусочки, они вообще без кожи. Может, даже грудка. Можно просто так вот сварить, захомячить, но на бульон уже оставить там этот суп какой-нибудь сварить. И я увидела, я поняла, что я его хотеть. Точнее, так радостно. Вау, наконец-то это мясо появилось в наличии. Я себе купила виноградик. Надеюсь, авокадо будет меняемое. Черный хлебушек. Я понимаю, что могу сварить сама черный хлебушек. Сейчас батарейки как бы слегка такие, как парное молоко. Окно у меня теперь не пропускает холодный воздух, если не открыть его, и как бы тепло, и вообще звукоизоляция практически отличная. Я не знаю, в апреле в последнее время личинки мне 13-го числа окно поставили или нет на улице, но как-то тише стало. Хотя, если сверху долбятся, орут собачатся, делают ремонт или что-то в этом роде, в 3 часа ночи слышат все равно. Короче, виноградик. Там была такая красивая, хорошая, желтая веточка и взяла, а на ней в некоторых местах такие дохлые ягодки, а некоторые ягодки вообще помятые. Думаю, пока тут что-то долбливаешь, нафиг возьму, просто по веточке с разных мест. Вон что-то был по скидке. 130 рублей без копейки, 440 грамм, 57,29, ой, пардон, 57,20. 57 рублей 20 копейок. Очень странная авокадо, там было 3 манго, они так манили, но думаю, блин, манго, тебя так чистить, задолбаешься. Я тут как-то что-то ласту склеивала, купила себе манго, схомячила, он такой небольшой был, но все равно задолбалась вообще. Легче купить сушеное манго, с чаем его схомячить. Хотя бы сок по тебе не будет со всех сторон течь. Ну, продавали бы уже какой-нибудь таких вот, не знаю, в контейнерах уже резаный, очищенный манго. Может, где-то такое бывает. и много всяких самых авокад. Какие-то недозрелые, какие-то уже ласты склеили, какие-то совсем перезрелые, и понимаешь, что возьмешь его, а там он уже, наверное, растет. Потому что мне такой как-то попался, я его разрезаю, он так уже там растет. И один вроде как нормальный, хороший, но он такой с дефектом вот здесь. Я сначала думала, думала, потом думаю, а что, он единственный уменяемый авокад. И он, авокадо сейчас по скидке в магните. Сейчас я его найду. Вообще, там была цена 260 рублей за килограмм, но на ценнике она 265 рублей 99 копеек. 266 рублей без копейки. Ну, хрен бы с ними. 184 грамма 48 рублей 94 копейки. У меня есть еще помидорка садовая. Я, наверное, сделаю салатик. Конечно, можно еще что-нибудь туда засундучить. А можно так. А можно намазать на черный хлебушек. Хотя это заварной хлебушек. И будет мне вкусно. И посолить еще. Изделие хлеба булочное. Мерс добрый на Ярославль. Бородинский формовой в упаковке. Хороший состав. Сегодняшний хлеб 350 грамм. 5 суток живет. Сейчас узнаем, по чем счастье. Хлеб бородинский 20 рублей без копейки. Да, пакет мне вышел на 5,90. Я не думала, что я столько всего-то куплю. А я поняла, что когда это все набралось, что мне эту сумочку не вредит, а надо как-то, наверное, пакет. Пакет 5,90. И последнее. Сто лет вообще не покупала подобный сыр. Даже очень. Года 4 это точно. Вот кусочками такой, треугольничками покупала. Как-то в гостях меня угощали таким сыром. А тут что-то увидела по скидке. Думаю, хочу сыр. Он сроком годности до 2,04,22. 4 октября создан. То бишь, в принципе, его можно сейчас открыть и захомячить. Я что-то так отобзикнула, думаю, ну, на Эде же нет такого значка, как на косметике после коробочки и там 6 месяцев после открытия. Ну, тут может что-нибудь в другом месте есть. Тут хороший состав. Тут 400 грамм. И оно стоило сыр-то где? 170 рублей без копейки. Нормально я так считаю. Что, вроде я тут все обозрел. Хлеб, мука, курыное царство. Вот все это вместе у меня вышло на 915 рублей 78 копеек. Такие дела. Такой обзор хапчика. Ну, все, по-моему, нормально так закупилось. Ничего лишнего. Всем спасибо за просмотр. Ну и пока. Не забудь поставить палец кверху.